Похитители тел Субтитры создавал DimaTorzok Кроме того, хорошая режиссура Абеля Феррары, который здесь показал себя мастером липкого ужаса и генератором изрядного количества мурашек. Ну и, помимо перечисленного, соответствующий увлекательный и пугающий музыкальный саундтрек Джо Делли, атмосферная кинематография и вызывающий жутковатый эмбиент со стороны оператора Бацелли. Кстати, это был первый фильм, снятый с иноморфными объективами, которые были разработаны и созданы немецкими производителями. Лента порадует интересными визуальными спецэффектами начала 90-х. Абель Феррара представил совершенно новый подход к известному сюжету, который снимали в разное время. Он снял привлекательную историю, и это стало приемлемым научно-фантастическим триллером, который преподносит зрителю кошмарное повествование в хорошем смысле этого слова. В сценарии этой ленты был написан в том числе небезызвестными Стюартом Гордоном и Деннисом Паули, которые уже много раз сотрудничали на плодородной почве жанра хоррор. Стюарт Гордон охарактеризовал их версию фильма как ремейк ремейка 1978 года выпуска. Буквально с самого начала картины до зрителей доносят тревожные звоночки того, что должно произойти дальше. Фильм получился с очень интересными ракурсами камеры в плане визуального восприятия, а также удачным наращиванием напряженности, поскольку последние оставшиеся люди пытаются избежать неминуемого вторжения. В 1993 году на Каннском кинофестивале фильм получил много положительной критики, но также и много негативной. Все ждали от режиссера ленты «Король Нью-Йорка» чего-то неожиданного, но Феррара пошел своим путем и снял то, что у него получилось. И вместе с упомянутой положительной критикой получил кучу разгромных рецензий, сводящихся к тому, что это провал и бессмысленный повтор ленты Филиппа Кауфмана. Хотя помимо концепции создания двойников и методов захвата планеты инопланетянами, картины разительно отличаются друг от друга. И если в ленте Кауфмана было показано действие в городе, среде почти что богемных жителей, то лента Абеля Феррара делает упор на события, происходящие в пределах военной базы. Социальная подоплека ленты, конечно же, бросается в глаза. Если экранизация 1956 года – это прямой намек на коммунистов, то под неминуемый захват тел американцев образца 1993 года можно подвести острые социальные проблемы США того периода. Для фестивального кино с ограниченным прокатом и рейтингом R сборы были весьма и весьма скромными. Проще говоря, картина не окупилась. В приличный бюджет, размером почти в 13 миллионов долларов, не вошли передовые цифровые эффекты, которые в то время начали активнейшим образом внедряться в Голливуде. И некоторые сцены сейчас выглядят, по крайней мере, умилительно. И все же данную киноленту не забывают, когда отмечают ее как одну из экранизаций романа Джека Финнея. И в своем роде картина остается интересным научно-фантастическим зрелищем. С сильной историей, хорошей актерской игрой и крепкой режиссурой. Эту киноленту можно порекомендовать всем любителям кинофантастики на тему вторжения и наполнитян. Всем, кто любит творчество Стюарта Гордона, также можно порекомендовать эту киноленту, так как я уже выше отметил, его перу в том числе принадлежит сценарий. Подводя итог обзора, стоит задать вопрос, нужна ли была эта экранизация? Я думаю, что да. Подобные фильмы нужно делать для каждого последующего поколения людей. Чтобы не забывали историю вторжения похитителей тел. Ну а тем, кто любит подобные киноленты и так же, как и я, ожидает вторжения, не будет лишним напомнить. Наблюдайте за небесами. Везде продолжайте искать. Всматривайтесь в небо.